Значит, в сегодняшней трансляции хочу вам рассказать о четырёх препятствиях к свободе, как я это вижу. То есть мой субъективный взгляд, ничего никому не навязываю, не настаиваю, вы уже сами решаете, откликается вам или нет. Значит, как я вижу, всего четыре, и одно из них внешнее, и все остальные три, исключительно внутренние. И, может быть, многие из вас часто как раз с этим сталкиваются, что на самом-то деле вы видите, что во внешней реальности очень много чего происходит, и никто вас не держит от каких-то возможностей этой внешней реальности. И вы часто так или иначе интуитивно или подсознательно понимаете, что что-то вас держит внутри. То есть вы можете так или иначе наталкиваться, что не то чтобы снаружи какие-то препятствия существуют, они там тоже существуют, некие, скажем так, задачи, можно их так назвать, которые просто нужно решать. Но часто мы видим, что дело вовсе не в том, что эти задачи нужно решать, а вот что-то внутри происходит с нами, и мы просто не решаем. Мы просто пасуем часто, испытываем какие-то странные психические состояния внутренние, которые нас останавливают от того, чтобы пойти и сделать что-то. Вот об этом давайте поговорим. Значит, внешнее препятствие к свободе, оно фактически то одно, это некомпетентность, это некое невежество, то есть непонимание, как оно устроено. То есть недостаток обучения, недостаток проникновения и разбирательств с чем-то, например, какой-то есть что-то там, что хотелось бы сделать, но вы не понимаете как. То есть иногда это очевидно, что мы просто не понимаем, как действовать во внешней реальности. Здесь нужно обучаться, то есть нужно познавать, нужно разбираться, нужно изучать чужой опыт, как они справлялись там с чем-то, да, и изучая вот эти все технологии, изучать чужой опыт, просто разбираться, как нам справляться с какими-то вызовами, с какими-то задачами в жизни. Это самый простой способ, то есть здесь нужно постоянно обучаться, изучать чужой опыт, ну и, соответственно, превращать это в навыки, ну и в то, что вы идете реально, исследуете это, разбираетесь и понимаете, как оно устроено. Через какие-то препятствия, через какие-то ошибки, путем применения технологии, путем проб и ошибок вы постепенно разбираетесь и учитесь, да, учитесь, учитесь, учитесь. Вот с этим все понятно, то есть здесь даже углубляться не надо, с этим все просто. Но я на протяжении многих лет за собой наблюдаю и, ну, наблюдал, скажем так, и за огромным количеством людей наблюдаю, что проблема у них не в этом. Проблема именно в том, что у них существуют вот эти три главные внутренние препятствия к свободе. Эти три препятствия звучат таким образом. Это мысли, это мышление, это эмоции и это боль. То есть это вот три вещи, которые людей на самом деле держат во внутреннем рабстве. Это мысли, это эмоции и это боль. Все эти три препятствия вместе, ну, давайте их условно назовем реактивный бессознательный ум. То есть какие-то структуры внутри вашего пространства, с которыми вы сталкиваетесь и часто просто не осознаете, не понимаете, что происходит. Поэтому на самом деле рабство, да, рабство не свобода, оно не существует во внешней реальности. То есть во внешней реальности никто вас не удерживает от реализации каких-то целей, от реализации каких-то возможностей. Эти все препятствия в основном, в основном они скрыты внутри вас. Поэтому я уже много-много лет назад понял эту вещь, я понял, что люди мучаются не с какими-то внешними препятствиями, они мучаются сами с собой. Они не понимают, что происходит, блин, что происходит со мной. Со мной что-то происходит, на меня что-то наваливается, я испытываю какие-то эмоции непонятные, да, какую-то боль. Я испытываю какие-то тупики внутренние, депрессии, да, вот какие-то внутренние психологические состояния, и я не понимаю, что со мной происходит. Поэтому не тешьте себя иллюзией по поводу внешней свободы, пока вы не разберетесь вот с этими внутренними препятствиями. Внутри вас живет условно враг ваш, да, этот враг, он постепенно накапливается в течение жизни. И, ну не то чтобы враг ваш, но это, скажем так, рудименты, остатки от нашей эволюты, да. То есть есть определенные механизмы, которые нам достались от эволюции этих тел. И вот этот механизм, его можно условно назвать реактивный ум, реактивный бессознательный ум. Ум, который запоминает через боль какие-то обстоятельства, эта боль в вас проникает, и каждый раз, когда вы с чем-то ассоциативно похожим сталкиваетесь в жизни, включается эта боль, и у вас возникает такое ощущение, что лучше туда не идти. Это примитивный механизм, который формировался очень долго, и он свойственен всем животным формам, да, то есть все животные именно, вот у них есть этот реактивный механизм, стимул реакции на боль, да. То есть если рыбка заплыла в какое-то место, да, и ей там сделали больно, ее укусили, там, или что-то с ней произошло, то в ней остается эта боль, и если что-то похожее и подобное будет, вот она плавает, и где-то что-то ассоциативно подобное будет с ней происходить, то включается эта боль, которая застряла внутри этой рыбки, и рыбка начинает оттуда срочно делать ноги, то есть она начинает уплывать. Вот как это работает. Этот же механизм есть в людях, понимаете, то есть в каждом из нас он есть. То есть с нами происходили какие-то болезненные переживания в течение жизни, и эти болезненные переживания накапливались внутри, и они являются блокирующим фактором. Они являются блокирующим фактором. Это копилось с самого детства, кроме боли, к тому же, то есть если у рыбки там еще, ну, скажем так, определенная просто боль копится, да, или там у кошечки, у собачки, то у человека еще все это осложняется тем, что он делает выводы. У него очень мощный эффект, и он кроме боли делает определенные выводы по поводу тех или иных ситуаций. Эти выводы становятся его фиксированными идеями, его внутренними истинами, то есть его выводами по поводу жизни, да, и он начинает верить в эти истины. И здесь ситуация усугубляется, как бы одно, ну, переплетается с другим. С одной стороны копится боль внутренняя, вот эти вот болезненные переживания, с другой стороны копятся выводы по поводу жизни, ограничивающие убеждения. Вот таким образом мысль, подавленные какие-то эмоции, подавляемые какие-то состояния, избегаемая боль, делает вас замкнутым в определенный привычный сценарий вашей жизни, то есть зона комфорта. Зона комфорта. Зона комфорта – это там, где не включается боль, это там, где все соответствует вашим убеждениям привычным, вашим представлениям или каким-то общим представлениям, да, и это то эмоциональное состояние, в котором вы хотите находиться, да, и это те эмоции, которых вы избегаете. Обычно вы избегаете страх, обычно вы избегаете какие-то деструктивные эмоции, то есть если кто-то начинает на вас враждебно, как-то вот, ну, эмоционально враждебно к вам относиться, да, или пытается напасть, ну, агрессия, да, вот такая агрессия, вы обычно стараетесь избегать этого. То есть у вас нет устойчивости, нет устойчивости к полному диапазону переживаний, физических переживаний, в том числе боли. У вас нет устойчивости к полному диапазону эмоций, и у вас часто нет осознанности к мысли. То есть что в вашей голове происходит, как вот эти привычные убеждения выскакивают внутри вас по поводу какой-то ситуации. Вы просто словно полностью погружены в это тело боли, вы полностью привычно избегаете определенных эмоциональных состояний, и вы часто не осознаёте, что происходит в вашем уме по поводу ситуации, то есть как вы думаете в отношении какой-то ситуации. Вот это и является внутренним рабством. То есть всё в сумме это, да, даже не только это. Вот смотрите, с одной стороны внешне это недостаток обучения, недостаток понимания, как устроена жизнь. То есть вы не понимаете, как устроены реальные процессы в жизни. Например, тот же самый бизнес, да, тот же самый заработок. Вы часто не понимаете, как это устроено. Вы не понимаете, что такое обмен, что такое в своей основе, по сути, деньги, как строятся рыночные отношения. И часто это всё подменяется просто фиксированными идеями. То есть вы думаете, что вы знаете, но на самом деле у вас просто есть глупая идея, которая, ну, по сути, не соответствует с реальным положением вещей. Понимаете? То есть вы что-то думаете, что вы знаете по поводу денег. Но если у вас нет денег, это и есть главный показатель того, что вы не знаете, что такое деньги. Когда вы начинаете знать, что такое деньги, когда вы начинаете знать, что такое бизнес, когда вы начинаете знать, как устроена игра в жизни, то фактически это знание подтверждается всегда вашими достижениями в игре. То есть у вас есть эти деньги, вы что-то можете брать и делать, создавать. Это и знание, да, как бы. Но знания одного недостаточно. То есть можно получить великолепное образование, можно знать, можно даже понимать суть, но не применять эти знания как раз из-за внутренних факторов. То есть вам страшно, вам больно, вы сталкиваетесь с внутренним дискомфортом, и поэтому вы ничего не делаете в жизни. Поэтому если вы хотите быть свободны в жизни, вам придется преодолеть все четыре препятствия. Вам придется стать причиной над всем этим. То есть и получить хорошее образование, обучение, разобраться в сути вещей, разобраться, как устроена жизнь, и справиться с телом боли, стать осознанным, научиться спокойно находиться в разных эмоциях и научиться постепенно преодолевать боль, эмоции, какие-то навязчивые, глупые идеи других людей, собственные и глупые осознавать. И заменить все это на действие в направлении того, что для вас важно, что вам реально интересно, что вас развивает, и что вы по-настоящему хотите делать. То есть чтобы самореализоваться в жизни, вам придется преодолеть все четыре препятствия. То есть для того, чтобы стать свободным человеком, вам придется справиться со всем этим. Понимаете? Вам придется справиться с самим собой. И это самое непростое. То есть справиться с самим собой самое непростое. Но это единственное, что имеет смысл. Потому что если вы не справитесь с этими вещами внутри вас, вы проживете всю жизнь, как и большинство людей, в своей какой-то зоне комфорта, в своей судьбе. То есть вот как сложилось там, как эти болевые инциденты внутри вас сложились, как-то невежество собралось внутри вас, это невежество будет определять вашу судьбу. Поэтому перед вами стоит выбор. Либо вы проживете жизнь, где вот эти все вещи, проникшие в ваше внутреннее пространство, бессознательные вещи, определят вашу жизнь. Либо вы возьмете за это ответственность, поймете, что происходит, и все-таки постепенно справитесь со всем этим, преодолеете. И станете тем, кто сам создает себе свою жизнь. Тем, кто осознанно, разумно, присутствующий, понимающий, начинает жить. Выбирайте, где вам быть. Вот сейчас я пытаюсь вам помочь преодолеть первое препятствие — невежество. Потому что многие из вас не понимают, что с вами происходит. Вы часто не понимаете, просто никто об этом часто не рассказывает, что это за внутренняя боль. Что это за вот этот страх при попытке реализовать какую-то цель, пойти и что-то начать делать новое. Что с вами происходит? Вам никто не рассказывает, что с вами происходит, что вы имеете дело с внутренним врагом, с этим реактивным умом, с этим сложившимся какой-то структурой внутри вас, которую вы называете непонятно как. Вы просто не понимаете, что это такое. Но с этим придётся справиться, ребята. Извините, опоздал. Но пересмотрю уже записи, значит. Давайте сейчас разберёмся с какими-то вопросами. Может, вам что-то непонятно по поводу того, что я говорю. Может, вы сомневаетесь в том, что то, что говорится, соответствует с реальным положением вещей. Ну, те, что ты можешь прочитать в названии этой трансляции. Давайте так, если есть вопросы, задавайте их, пишите. Если нет вопросов, то будем завершать. То есть, иначе говоря, постоянно нужно обучаться и постоянно нужно расширять свою зону комфорта. Нужно справляться с эмоциями, справляться с болью, справляться с психозами своими и чужими психозами. Потихонечку, постепенно просачиваться, становиться сильнее этого. Как понять, где навязанное? Ну, вот смотри, если ты хочешь что-то искренне делать, и тебе что-то мешает это делать, то что это? Является ли это твоим? Ну, то есть, или на какая-то идея, например. Тебе пытается кто-то рассказывать что-то о жизни, но то, что он рассказывает, вот тебе не помогает более свободно жить, более интересно жить, а наоборот препятствует твоей свободе, твоей самореализованной жизни. То есть, у тебя есть потенциал, понимаешь, как и у любого человека. То есть, у нас есть творческий потенциал, у нас есть жизненная сила внутренняя. Она каким-то образом хочет реализоваться. Ты каждый день просыпаешься, и есть вот это желание реализовать себя. Это желание наталкивается на внешние препятствия и на внутренние препятствия. У большинства людей внутренних препятствий больше, чем внешних на самом деле. Но они часто, не понимая, что это за внутренние препятствия, ретранслируют их наружу. И они думают, что препятствия в основном снаружи. Начинают обвинять кого-то, что это виноваты родственники, виновата работа, виноват ещё кто-то, и не замечают тот факт, что их никто не держит в этом. То есть в этом постоянном общении, например, с родственниками, их никто не держит. На нелюбимой работе их никто не держит. В какой-то деятельности, которая им не откликается, которая стала рутиной и однообразием, их никто не держит. Поэтому они не понимают, что на самом деле в этот момент они сталкиваются с внутренними препятствиями. То есть с непониманием, что происходит и с кеми-то внутренними, не знаю, при попытке уволиться испытывают какие-то страхи, какие-то навязчивые состояния. И думают, что чтобы не сталкиваться с этими внутренними навязчивыми состояниями, проще оставаться в этой рутине. Таким образом происходит подмена, неосознанная, то есть не понимаешь, что происходит на самом деле. То есть ты думаешь, что тебя кто-то держит на этой работе, например, недостаток денег. То есть ты сам себе это как-то объясняешь, что если я уволюсь, ну я же без денег останусь, и это страшно. То есть ты начинаешь додумывать, что там будет. Понимаешь? А на самом деле там может этого и не быть. То есть ты просто увольняешься, даже можно не увольняться, можно просто продолжая работать на этой работе, которую ты уже переживаешь. Как что-то, что отжило, где ты уже не развиваешься, где неинтересно. Ты можешь там ещё продолжить какое-то время работать, но интенсивно уже ходить на собеседование. То есть интенсивно искать новый вариант. То есть взять за это ответственность и искать новый вариант, несмотря ни на что. Вот многие люди даже не начинают этим заниматься. Либо они себе определяют какой-то вариант, вот какой-то вариант, который соответствует их каким-то неосознанным убеждениям, представлениям. То есть они не верят, что существует другая возможность. Понимаешь, то есть они привычным образом думают и даже не осознают, что они сами себе определяют только какой-то вариант, который словно в голову вмещается, в их привычные рамки помещается. И они не осознают, что они оценивают новые возможности своими привычными ограничивающими убеждениями. Понимаешь, что там вот такая история происходит. То есть я представляю себя в чём-то новом, только в таком, что соответствует моим каким-то привычным убеждениям, представлениям, ограничивающим рамкам. Понимаешь, вот такая фигня происходит сегодня. Рекомендации накидай, Максим. Слушай, рекомендации крайне простые. Задай себе вопрос. Окей, вот я сейчас живу там, где я живу. А какой у меня уровень свободы и счастья? Насколько я сам себе принадлежу? Ещё же Ницше сказал, что если ты не распоряжаешься двумя-третьями хотя бы своего времени, тебя надо называть рабом. То есть тебе надо адекватно оценить ситуацию в твоей жизни. Насколько ты сам себе принадлежишь? Насколько ты живёшь интересной жизнью? Насколько ты делаешь то, что тебе реально интересно и где ты развиваешься? Просто тебе надо сделать аудит и подвести некоторые итоги по поводу той жизни, в которой ты живёшь. На основании этих итогов, то есть сделать определённую адекватную разумную оценку той ситуации, в которой ты находишься. Тебе, соответственно, нужно принять определённые решения. Понимаешь, нужно принять решение, что какие-то вещи отжили, например. Что-то уже тебя не радует абсолютно. Что-то реально стало однообразным, совершенно неинтересным процессом жизни, где нет развития. Ты не расширяешься где-то. Тебе же нужно обнаружить это. И нужно постепенно, наверное, перестроиться. А как ты можешь перестроиться, если ты не увидишь, не признаешься и не примешь определённое решение? Как это возможно сделать? Поэтому рекомендация одна. Хватит себя замс водить и рассказывать себе сказки и терпеть какие-то вещи, которые адекватно уже во времени. Ну вот как-то не радуешься ты этих. Понимаешь? А жизнь – это такая вещь, где желательно развиваться, желательно заниматься тем, что тебя воодушевляет, тебя прёт. Понимаешь, ты просыпаешься утром, и ты понимаешь, блин, я хочу жить. Я хочу жить. Вот есть многие люди, поверь, позитивные, конструктивные, которые уже в достаточной степени посправлялись с этими препятствиями внутреннего и внешнего характера. Они просыпаются, и у них огонь в глазах. Они не потухшие. Они хотят жить, и они хотят делать то, что они хотят делать. И они делают всё возможное для того, чтобы делать то, что они хотят. Понимаешь? И они видят, что какие-то вещи отживают, и я, ну не хочу я это делать больше. И они сами себе признаются, ну вот не хочу я это делать. Скучно, однообразно. И особенно вот эта черта предпринимателей, они чётко следят за этим просто. Что какие-то процессы начинают превращаться в рутину, и жизнь становится какой-то однообразной, тупой, привычной. Соответственно, мне за это нужно взять ответственность и внести что-то новое сюда. Уладить это как-то. Обогатить жизнь какими-то новыми людьми, новым опытом. Понимаешь? А если... А бывает так, что всё устраивает. Понимаешь? Бывает, что реально всё устраивает. То есть я реально счастлив в том, как идёт моя жизнь. Конечно, не идеально, но в большей степени всё устраивает. А бывают люди, у которых в большей степени всё их не устраивает. Понимаешь? Вот эту степень нужно определить. И если тебя не устраивает, нужно задать себе вопрос. Окей, хорошо, что можно с этим сделать? Как можно конструктивно посмотреть на это и поискать какие-то новые возможности? Возможно, я цепляюсь просто за какой-то старой, которая меня уже надоела и тошнит. Мужчины не видят манипуляции супруги, а ограничивают они нас конкретно. Но не позволяй, улаживай это. Вот моя супруга меня не ограничивает. Знаешь почему? Я не даю просто. То есть я... Ну как, я же достаточно осознан. Если попытаться на меня как-то влиять и добиваться от меня чего-то, чего я не хочу, ну я же осознаю, а я же не хочу это. Поэтому если попытаться как-то хитрить со мной, ну я просто проваливаю это всё и всё. Я начинаю искренне, открыто общаться и обсуждать. То есть у меня с моей супругой отношения открытые. Мы договариваемся, понимаешь? Мы договариваемся, чтобы всем было вин-вин. Чтобы и ей хорошо было, и мне хорошо. Если кто-то пытается настаивать и давить, и пытаться добиваться чего-то от другого, что он не хочет, ну у нас даже этого нет уже. Но если кто-то таится от меня добиться чего-то такого, что я не хочу, а я же понимаю в моменте, а я не хочу это. Поэтому я говорю, нет, я не буду это делать. И другой, либо он это понимает, если он адекватный, осознанный человек, и прекращает этим заниматься. Если он неадекватный и неосознанный, ну я ему объясню на его уровне так, чтобы он понял это. Как перебороть страх к новым действиям? Действовать. То есть ты боишься, тебя колбасит, а ты продолжаешь действовать. Если ты будешь сидеть и думать, как, как, как перебороть этот страх, мне же страшно и думать, блин, вот я сейчас всё думаю, и думаю, как, как, это как раз то, чего не надо делать. То есть вот эти думы по поводу того, как, 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 поиск как, нету никакого как. Ты боишься, ты испытываешь страх, и идёшь в это, и потихонечку справляешься с этим страхом в процессе действий. Изучая, что там будет происходить на самом деле. То есть ты часто боишься мыслей. Ты боишься какого-то негативного представляемого развития сценария. Понимаешь, ты боишься сценария в уме, которого может и не быть в реальности. Как тебе понять, что в реальности там может этого и не быть? Тебе нужно понять, что с тобой происходит, быть осознанным, что это просто какое-то, ну, представляю, то есть мысли какие-то. Негативное представление по поводу будущего развития сценария, которое ещё вызывает какие-то болезненные переживания ассоциативные, да, какой-то страх, какую-то боль. Соответственно, как тебе с этим справиться? Пойти в это и пройти сквозь это. Пути с это, путь через. Понимаешь? Не рассуждать об этом, взять за это ответственность и потихонечку начать расшатывать это. Вот это единственный выход. Пока ты сотрудничаешь со страхом, страх будет нарастать. Пока ты сотрудничаешь с негативными мыслями, они над тобой всё больше власти получают. Знаешь почему? Потому что ты сам и сама даёшь. Ты сама даёшь просто. Если бы ты понял, что с этим не надо сотрудничать, со страхом не надо сотрудничать. Страх — это хорошая эмоция, когда в реальности есть реальная угроза. Понимаешь, есть реальная опасность. На тебя бежит злая собака. Вот это реальный страх. Всё остальное — фобии. С фобиями нельзя сотрудничать. Вот если ты боишься высоты, то тебе надо идти провоцировать страх высоты до тех пор, пока не отключится. То есть тебе надо лазать в тех местах, вот как у меня один товарищ, он справился с этой фобией, он просто ходил по этим крышам, лазал до тех пор, пока не отжалось, пока не перестал испытывать это. Он не то чтобы даже победил, здесь не должно быть никакой борьбы. Не нужно быть против этого страха. Нужно просто продолжать делать то, что страшно. И постепенно ты увидишь, что это отжимается. Другой пример. Например, какие-то люди хотели путешествовать, но очень боялись этого. Знаешь, кажется, что столько угроз, что самолёт разобьётся, что-то украдут и так далее. Но они преодолели это и начали путешествовать. И через какое-то время обнаружили, что всё они придумывали. Нет этого там. В реальности этого нет. Это вот этот психоз внутренний, с которым ты сотрудничаешь. Вот и всё. Тебе нужно преодолеть этот внутренний психоз. И пока ты его не преодолеешь, никакой свободы не будет. Ты будешь рабом этого внутреннего психоза. Когда ты отдыхаешь, ты не устал каждый день в эфире сидеть. Я абсолютно не устаю от того, что я делаю. Потому что я делаю то, что я люблю. Когда ты делаешь то, что ты любишь, ты не можешь уставать от этого. Ты не можешь. Тебя прёт, понимаешь? Тебя прёт. Ты не можешь уставать от этого. Очень устаёшь ты от того, что ты делаешь однообразное, тупое что-то, и сам не делаешь то, что ты искренне хочешь. Вот это страшно отбирает энергию. То есть, когда ты поддерживаешь вот эти все три внутренние препятствия, когда ты сотрудничаешь с какими-то болезненными или какими-то страшными вот этими эмоциями, когда ты продолжаешь поддерживать внутреннюю боль и сотрудничаешь с ней, когда ты продолжаешь сотрудничать с внутренними негативными установками, мыслями, вот это всё, оно же кормится за счёт твоей энергии. Понимаешь? И вот если ты со всем этим сотрудничаешь, ты будешь никакой. Ты будешь уставший, подавленный, в негативе, высосанный. И у тебя будет очень мало энергии. Но если ты начинаешь справляться с этим и начинаешь пробиваться через это, ты отвоёвываешь свою энергию обратно. У тебя становится всё больше и больше энергии. Понимаешь? Поэтому либо ты будешь сотрудничать с этим болотом, и оно тебя засосёт, и ты будешь с рекой, либо ты потихонечку будешь, как барон Мюнхгаузен, доставать себя, справляться с этими препятствиями, не поддерживать негатив, внутренний негатив, внешний негатив, преодолевать боль, преодолевать страх и постепенно становиться всё более сильным, всё более устойчивым, всё более осознанным, всё более способным человеком. По-другому никак. Понимаешь? Либо оно тебя, либо ты его. Мои знания основаны на моём опыте, на том, что я всё это проходил. И это знание, оно очень простое. Не надо думать, что тебе сейчас ещё надо 10 книжек прочитать на эту тему. Тебе не нужно много иметь информации, тебе нужно понять смысл того, что я говорю. Он очень простой. То есть то, о чём я говорю, очень простой по сути. Тяжёлый по реализации, но простой по сути. Тебе не нужна дополнительная информация по этому поводу. Тебе нужно понять суть того, что я говорю, на что я указываю. А какая разница, гей ты или не гей? Это какое имеет отношение к тому, о чём я говорю? Вообще, по поводу геев, я тебе скажу так, что от природы геев не бывает. Гей — это психически травмированное существо с детства. Оно росло в таких обстоятельствах, где было задавлено либидо. Понимаешь? Вот языком психологии у мужчины есть мужское либидо. Оно было задавлено, ты был травмирован. Поэтому у тебя сейчас появилась неестественная, неприродная мужская психика. Это просто психика приобретённая. Понимаешь? Поэтому это болезнь. Это болезнь. И тебе нужно от этой болезни постепенно исцелиться. Психическое нездоровье. Избегание женщин, какие-то комплексы по поводу женщин. Геи, они обычно, у них какие-то проблемы произошли с матерью, с женщинами. И они посчитали, внутренне приняли для себя решение, что общаться с женщинами я не буду в этой жизни. Женщины, они мне неинтересны. То есть, произошла какая-то глубокая психология, психотравма. Вот и всё. Всё, что там за этим стоит, это извращение. Бисексуальность, это всё туда же. Это отклонение, психическое отклонение. Извращение. Потому что от природы, ну очевидно же, мальчики предназначены для девочек, а девочки физиологически предназначены для мальчиков. Понимаешь, есть исходное положение вещей, а есть какие-то искусственные извраты. Вот и всё. Мальчики с мальчиками, это извращение, как и девочки с девочками. От природы так не предназначено. Поэтому единственный способ, как ты можешь быть счастливым в жизни, это восстановить природное исходное положение вещей. Возвратиться в своё исходное состояние. Исцелиться. Стать естественным. Ну вот, если ты мужчина, стать мужиком. Вернуть себе мужскую, как бы, соединённость с твоей мужской энергией. И найти себе женщину. Найти себе женщину, которая тебе наилучшим образом подходит. Которая по разным-разным критериям соответствует тебе. И физически она тебе интересна, и психологически она тебе подходит, и по ценностям, и по общим целям каким-то. Что если то, что тебе нравится, не даёт отдачи в реальном мире? Это означает, что ты не нашёл оптимальную форму. То есть процесс тебе нравится, но ты застрял в неподходящей форме. То есть та форма, которую ты сейчас практикуешь, она тебе не даёт достаточной реализации в том деле, которое ты любишь, которое тебе нравится. Тебе нужно играться с формой. Ты застрял в неподходящей форме. Вот и всё. Ты перестал развиваться в этом. Понимаешь? То есть деятельность нравится, но развития там нет. Поэтому отдачи нет. То есть ты не ищешь ту форму, которая даёт отдачу. Остановился в своём развитии. Ну вот и всё. Развивайся дальше. В том деле, в котором тебе нравится действовать, нужно постоянно развиваться. Постоянно учиться чему-то, постоянно пробовать какие-то новые формы, новые идеи реализовать. И ты в какой-то момент, вот тебе нравилось, нравилось, ты развивался, к чему-то ты пришёл и остановился в этом. Как вы относитесь к знаниям господина Оша? Хорошо отношусь, практикуй. Понимаешь, знания, это, если ты имеешь в виду, как я отношусь к информации, я отношусь к информации следующим образом. Информация — это то, что нужно применять. Вот и всё. В бизнес-молодости, кстати, об этом же постоянно говорят, что сколько можно теорию употреблять, бери и делай. То есть основной месседж в бизнес-молодости — прими ответственность за свою жизнь, поставь цели и каждый день пай, бери и делай, не ной, не делай из себя жертву, бери и делай, двигайся к своим целям. Это месседж бизнес-молодости. Я разве ошибаюсь? Не ищи оправдания, ищи возможности. Каждый день, преодолевая внутреннюю инерцию, исправляйся. Ни ной, не подпитывай негатив, не подпитывай то, что не даёт тебе отдачи. Не сотрудничай с этим. Не сотрудничай с людьми, которые тебя сливают. Не сотрудничай с деятельностью, которая тебя сливает. Сотрудничай с тем, что тебя продвигает. Ищи окружение, которое тебя продвигает. Ищи деятельность, которая тебе нравится и продвигает, где ты развиваешься. Возьми за это ответственность. Хватит искать оправдания, начни брать и делать. И это тебя сделает постепенно успешным человеком. Неизбежно. Твое нытье, твои поиски виноватых, твоя лень, твои самооправдания, всё это подпитывает вот в эти три внутренние препятствия, негативное мышление, мышление, подменяющее истину, истинное знание. Также это будет подпитывать ту боль, которая накопилась. Твое тело боли будет подпитываться и расти, и усиливаться. И также ты будешь всё менее-менее устойчив к твоим эмоциональным состояниям. То есть вот чем отличается предприниматель? Он рассыпается даже в плохом состоянии, бывает плохое, вот сегодня плохое, не выспался, но он знает, что есть сегодня дела, которые важно сделать. Он идёт и делает их, понимаешь? Он не ищет оправдания, он берёт, и он учится быть причиной, он учится быть ответственным. Независимо от своих эмоциональных состояний, независимо от того, что меня колбасит, независимо от того, что какой-то негатив, я просто бью и делаю. Если ты научишься, если ты будешь это практиковать каждый день, ты постепенно увидишь, что это будет нарастать твоя сила, внутренняя сила, внутренняя ответственность, твоя, так сказать, сила воли. И ты будешь превращаться из тряпки в ответственного, причинного, успешного человека. И в какой-то момент на тебя будут равняться, потому что ты смог. Ты будешь примером, ты будешь ролевой моделью. Это и называется успех. Ладно, ребят, будем на этой позитивной ноте завершать нашу сегодняшнюю трансляцию. Спасибо, что пришли. Спасибо, что у вас сегодня так было много. Надеюсь, я донёс вам. И теперь осталось просто понять это и постепенно не забывать и вот справляться каждый день с этими внутренними психозами, состояниями, деструктивом. Постепенно отвоёвывать без войны, без борьбы, без каких-то самоосуждений, без самокритики. Постепенно отвоёвывать в себе пространство. У боли формировать устойчивость к каким-то разным эмоциональным состояниям. Не забывать о важных вещах для вас в вашем развитии. Помнить, что вам нужно развиваться и заниматься тем, что вы любите в целом. И делать это конструктивно. Конструктивно. То есть акцент на конструктив. Постоянно не забывайтесь о том, что конструктивность — это двигатель. Не войном, не стать войном, а стать ответственным, причинным человеком. И заменить какие-то рассуждения, бесконечный поиск оправданий, негативный образ мысли на конструктивный образ мысли. А конструктивная мысль — это та, которая направлена на действие. Чуть-чуть подумал — начал делать. Если какие-то психические состояния возникают по пути, потихонечку, не надо, конечно, попу в кровь рвать себе, потихонечку нужно справляться. На этом всё, пока.